Здравствуйте, друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Сегодня мы хотим познакомить вас с замечательным журналом для детей и подростков «Костер». В 1936 году, после закрытия журнала «Еж», название которого расшифровывалось как «Ежемесячный журнал», Самуил Маршак с друзьями-писателями задумал издавать новый детский журнал «Костер» и был его первым редактором. В создании журнала принимал участие Алексей Максимович Горький. Он мечтал о толстом детском журнале для пионеров. Маршак был хорошим организатором и в редакцию нового журнала пришли многие крупные поэты и прозаики, работавшие в «Новом Робинзоне», «Еже» и «Чиже». Маршак был редактором «Костра» около года, пока подбирали действительного редактора журнала. Им стал Юлий Эшман, прозаик и журналист. Так, в июле 1936 года в городе на Неве Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, родился «Костер» и был знаком каждому советскому подростку. За десятилетия веселой и любознательной жизни «Костра» выросло не одно поколение настоящих читателей. Для них в журнале были опубликованы тысячи рассказов, сотни повестей и множество познавательных материалов. «Костер» знаменит и по праву гордится тем, что печатал и продолжает печатать талантливых писателей – Корнея Чуковского, Бориса Житкова, Леонида Пантелеева, Виктора Галявкина, Михаила Зощенко, Виталия Бианки, Эдуарда Успенского, Андрея Усачева, Валерия Воскобойникова и многих других. Именно на страницах этого журнала впервые на русском языке появились произведения Астрид Лингрен и Джанни Радари, была напечатана сказка Льюиса Кэрла Алиса в Зазеркалье. Первая публикация Иосифа Бродского в советской печати «Баллада о маленьком буксире» была именно в нем. Детский журнал часто поднимал серьезные темы – подвиг на войне, трусость и предательство, бережное отношение к животным. Костер всегда остро реагировал на все, что происходило в мире и стране. Великая Отечественная война, первый полет человека в космос, Олимпиада в Москве. Есть в истории костра и героические страницы. Он продолжал выходить во время Великой Отечественной войны. А по обложкам популярного журнала можно проследить историю страны. Первую обложку костра нарисовал Алексей Пахомов. На ней мальчик и девочка раскрывают новый номер костра. Обложки 40-х годов были посвящены Великой Отечественной войне. На главной странице помещались иллюстрации боевых действий, юные храбрые партизаны с оружием, помощники санитарных эшелонов и многое другое. В 50-х на обложках костра все чаще стали появляться счастливые пионеры. Они помогают взрослым на селе, хорошо учатся, слушают историю о военных подвигах. В 60-х обложки были посвящены науке и обучению. Стали появляться мотивы покорения космоса, научных исследований и изобретений. Отвечая духу времени, художники создавали иллюстрации, культивирующие здоровый образ жизни, альпинизм, горный туризм, зимние и летние виды спорта. В 70-х стали популярны картинки, пропагандирующие дружбу. Дружбу народов, дружбу пионеров и комсомольцев, настоящую школьную дружбу. В 80-е журнал «Костер» писал об Олимпиаде-80 в Москве, о творческой и спортивной жизни советских школьников, о праздновании 40-летия победы в Великой Отечественной войне, о запуске спутников в космос. А теперь давайте заглянем внутрь журнала. В разное время в нем были разные рубрики. Например, была такая «Арчебег». Что это такое, спросите вы? А это страница для любителей шахмат. Расшифровывается «Армия разведчиков черно-белых клеток». Или, например, была такая рубрика «Барабан». Боевая армия ребят, активистов, борется, агитирует, находит. Здесь собирались материалы о школьной и пионерской жизни. «Веселый звонок. Эмористическая страничка» появилась в феврале 1979 года. Более 25 лет замечательный художник и писатель, знаменитый учитель смеха Леонид Каминский, ввел эту страничку. В 10 номере за 2021 год журнал знакомит своих читателей со страницами «Веселого звонка» прошлых лет. Некоторые постоянные рубрики юмористической страницы из неполного собрания школьных сочинений, смешные ошибки, ответы у доски, юмористический конкурс «Истории из жизни» и «Все засмеялись». Каждая история должна заканчиваться этой фразой. Вот, например, из рубрики «Ответы у доски». Как определить стороны света по муравейнику? С северной стороны муравьи работают, а на юге отдыхают. Сейчас журнал проводит конкурс среди читателей страницы «Ваш веселый звонок», носящий имя Леонида Каминского. Конкурс проводится в номинациях «Самое смешное стихотворение», «Самый смешной рассказ», «Самый смешной рисунок» и «Самая смешная фотография». Так что, если вы хотите поучаствовать – вперед! Современный костер, соблюдая сложившиеся традиции, идет в ногу со временем. Сегодняшние читатели могут найти в нем многое, созвучное их интересом. Почитать рассказы, повести, сказки, встретиться с любимыми рубриками «Герои неземных стихий», «Голоса исчезнувших миров», «Необычные музеи», «Копилка заблуждений», «Зеленые страницы», «Морская газета», «Клуб Шерлока Холмса», «Творчество твоих ровесников», «История необычных приключений», «Аптека для души», «История вещей» и многими другими. Все рубрики очень интересные. Например, премьера книги знакомит читателей с новинками литературы. А «История вещей» рассказывает, откуда появились сейчас уже привычные нам вещи. Например, вы знаете, откуда взялись зонт, очки, калькулятор или краски? Нет? Тогда открывайте рубрику «История вещей» и узнавайте. А для юных любителей детективов в журнале есть рубрика «Клуб Шерлока Холмса», в которой проводится ежегодный конкурс юных детективов. Участникам предлагается ежемесячно отвечать на задания конкурса, представляющие собой логическую загадку в картинках, и каждый месяц присылать ответы в редакцию. За правильные ответы участникам начисляются призовые баллы. По итогам года участник, набравший наибольшее количество очков, становится лучшим детективом года. Конкурс предусматривает и промежуточные итоги, называются лучшие детективы месяца. Время идет, а костер не гаснет. Он продолжает светить, просвещать и согревать все новые и новые поколения школьников. С 2001 года выходит электронная версия журнала в сети интернет. Этот замечательный детский журнал, а также другие периодические издания, вы можете взять в нашей библиотеке. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok